Просто разорвали, вот ленточка осталась только от того большого венка. Камни? Камни, получается, вот здесь вот надгробные камни, лежали. Тоже забрали? Тоже забрали, да, нету ничего. И вот здесь вот, даже вот на соседней, пока снега не было, вот даже посмотреть, здесь их тоже нету, этих камней. Антон Егоров совсем недавно простился с матерью. Когда приехал на кладбище, был шокирован, с могилы исчезли венки и надгробия. Мужчина говорит, подобная картина происходит и возле соседних могил. Я разговаривал с сотрудником, как раз на 40 дней приезжали. Он сказал, говорит, это ладно, полбеды, что сейчас вот зимой не так сильно воруют. Начнется лето, начнут воровать оградки. Ну и, насколько я знаю, металлобазы их не принимают, куда деваются, непонятно. То есть что, они перепродают, что ли? Ну, скорее всего, перепродают. Трудно представить, кому это надо и кто может перепродавать траурные венки и надгробия. Мы обратились к сотрудникам специализированной службы. Они неохотно, но все же признали, что кладбище не охраняется. Вы не хотите разговаривать? Мы за это ответственность нанесем. За то, что на кладбище происходит. Кладбище не охраняется? Не охраняется? Нет. Мы связались с руководством предприятия. В интервью нам подтвердили, что смотрители имеют право охранять лишь строение. Специализированные службы по закону. Памятные строения и траурные венки являются собственностью родственников усопших граждан. Сам Антон Егоров признает, что каждому участку на погосте не приставишь сторожа, но предполагает, что осквернителями могут быть бездомные. Нам Сарай, Нам Сарай. Сергей Костенко. Новости дня.